Просто, действительно, кейсов много, и вступим на свое, у меня свое, да, но, тем не менее, мы как отрасль хотели бы какого-то, ну, скажем, такого более взвешенного, более специфического, с учетом нашей специфики, подхода с вашей стороны. Давайте тогда, может быть, договоримся, что мы тогда на базе ассоциаций, когда там соберем ту проблемацию, то, что вы сказали, давайте посмотрим, на ком, перечень проблем связанных с электроснажением, мы тогда там, либо на вашей площадке, либо на площадке метро-дога, соберем уже такое отдельное тематическое обсуждение и попробуем найти решение. Спасибо, коллеги. Спасибо вам большое за открытую позицию и за возможность сегодня продискутировать. Коллеги, у нас остался еще один, такой тоже не очень простой, не очень типичный для нас вопрос. Денис, тогда давай, будешь организатором, дискуссию по теме, да? Следующий вопрос, это на самом деле тот случай, когда мы не предлагаем что-то новое, такая реактивная история, реагируем на ситуацию. И мне пока не известен масштаб того, какие последствия трудовой кодекс имеет в нашей отрасли, но по отдельным делам, вот с коллегами из разных регионов, я понимаю, что очень многие тапки оказались. Знаете, да, о том, что в декабре месяце в сутки в силу новой редакции трудового кодекса, где предоставляются гарантии, дополнительные гарантии для сотрудников приятия женщин на территории и сельской местности. Первая лекция мы сначала получили, мы с юристами консультировались, нам говорят, так еще нового, как бы это и раньше было, после того, что не было мнения всего закона, было каким-то там постановлением принято. Сейчас просто придали трудовому кодексу, ну, в трудовой кодексу записали то, что это и раньше было, а все, как сказать, откручивались, ничего не должно происходить. Но результат на местах трудовой инспекции и органов, которые по линейному труду, они просто прочитали это как политическая воля, там, ну, то есть, сверху надо срочно брать подказырек и исполнять даже раньше. Не исполнялось. Поэтому возникают проблемы, мы хотели, первое, к кому мы пришли, это, конечно, Минтрунторг, коллеги хотели с вами эту проблему поделиться, написали на имя Ленцентра Кеншимацева, состоялся вообще письмо, да, чтобы он, как курирующий, министр, эту тему мог правительство поднять необходимости, там, и другие федеральные нужны, подмылась и задействовать. Вот, ну, опять же, чтобы я тут не пересказывал за коллег, попрошу людей, которые реально на практике санкции с применением закона, когда единицы, на фарфунт первое, предоставлено слово, предоставлено слово, Калужская область, соответственно, один из лидеров по индустриарным паркам, ну, как мы знаем, да, и вот у них большие промышленные площадки оказались в этой зоне. Коллеги, еще раз добрый день. Я постараюсь быть краткой. Зовут меня Екатерина, представляю корпорацию развития Калужской области, в частности, индустриальный парк Ворсена. И, дабы разбавить мужскую дискуссию, теперь уже женским проклятным вопросом, тем более от лица женщины, хочу поделиться с вами и просить также исключения, можно сказать, и помощи для нашего индустриального парка. Итак, по существу. Не так давно, буквально в ноябре месяце, 12 ноября 2019 года, был принят федеральный закон, внесший определенные поправки в Кондовой кодекс Российской Федерации в статье 263.1 в части установления гарантии женщинам, работающим в сельской местности. Самое основное, что, скажем так, заставило нас задуматься, основная формулировка этого закона, гласит о том, что женщина, работающая в сельской местности, имеет право на сокращенную продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. Стали изучать природу этого законодательства, на самом деле все очень прозрачно и понятно. Предпосылки этих изменений идут еще в далекие 90-е годы. В те времена были действительно кризисные демографические положения в сельской местности, но с учетом поддержки материнства, детства и поддержки женщин, занятых в нелегких таких условиях труда, таких как растеневодство, животноводство, было введено данное постановление, которое действительно, с учетом, учитывая возраст, пол женщин, их состояние здоровья и непростые условия труда, разрешали женщинам в какие-либо годные условия. Вопрос. Как связана сельская местность с индустриальными парками? Все очень просто. По нашим данным и по данным ассоциациям, практически 60% индустриальных парков России расположены на территории сельских поселений. И не исключение наш индустриальный парк Ворсена, который оказался в такой же ситуации. При всем при этом происходит некий конфликт интересов и конфликт того, что современные индустриальные парки, это же связь с сельской местностью, ни в коем случае нельзя. Поскольку индустриальные парки позиционируют себя, как в первую очередь, это создание новых рабочих мест, это улучшенные и безопасные условия труда, и это, конечно же, конкурентоспособная заработная плата. От общего к частному. Про Калужскую область. О Калужской области. У нас в Калужской области на сегодняшний день 12 индустриальных парков. Это 20 тысяч рабочих мест. Среди них один из крупнейших и первых парков, не только по количеству резидентов и площади, это индустриальный парк Ворсена. Наш индустриальный парк Ворсена – это 1600 гектар. Это на сегодняшний день 49 действующих предприятий, инвестпроектов. 27 уже успешно функционируют, остальные находятся на разных стадиях осуществления своего проекта. Сколько? Женщин, сколько? Сейчас перейду. В индустриальном парке Ворсена более 6 тысяч рабочих мест, и из них 30% женщин. Больше, чем была она. 6 тысяч? 6 тысяч рабочих мест, 30% женщин. 2 тысячи женщин. Это в индустриальном парке Ворсена. Я говорю только об индустриальном парке Ворсена, потому что, более судя, случилось так, что именно наш индустриальный парк Ворсена оказался в сельской местности. Фактически, юридический адрес всех предприятий – это муниципальное образование, сельское поселение, село Ворсена. Остальные парки Калужской области находятся в городе Калуга. Поэтому, получается, что изначально парки все абсолютно по природе одинаковые, свои. Но получилось так, что индустриальный парк Ворсена попал в сельскую местность, и из-за этого, соответственно, теперь и работодатели обязаны обеспечить своим женщинам вот эти самые водные условия для работы. Что из этого следует? Все крупные предприятия инвестора, работающие здесь у нас сегодня, как я уже сказала, при выполнении данного законодательства должны качественно и количественно пересмотреть условия труда. Во-первых, это, соответственно, повлечет рост издержек, за собой это повлечет и рост себестоимости продукции, то есть потеря выговоренноспособности на рынке, соответственно, это потеря инвестиционной привлекательности региона и измедление темпов развития. Ну, налоговая база тоже понятна, налогов, соответственно, меньше, налоговые отчисления в бюджете тут тоже уменьшатся. Соответственно, замерзение темпов развития региона, протестационной привлекательности, все это не самым и лучшим образом скажется на всех наших существующих инвесторов и потенциальных, которые к нам приходят. Поэтому считаем, что нецелесообразно применение и отчисления сельской местности с индустриальными парками, с теми, которые они сейчас имеют место быть, и просим вашего содействия и вашего содействия всех профильных министерств о том, чтобы этот закон был пересмотрен, урегулирован, либо каким-то образом индустриальные парки исключались из понятия сельской местности, насколько это возможно реально. У меня, пожалуй, все. Городка и посуществует. Изработка к мужчинам. Можно уточнить еще? Тогда это будет дискриминация уже. Не случайно, что по этой теме выступают женщины? Сельские, причем, обратите внимание. Не похожие вы на селян. А вот, честно говоря. Вы тоже платите? Я пользуюсь тем, что пятница, конец рабочего дня, если можно, мою презентацию поставить. Я, мало того, хочу еще немножко как раз попить. Я присоединилась к вашей команде не так давно, всего два месяца назад. Я очень счастлива узнать, что я сельская женщина, оказывается, потому что УЗК ПТ Липецк расположена, как и все экономические зоны, за границами города. Это всего 8 километров, но так или иначе. Поэтому у меня, в принципе, рабочий день уже окончен, потому что это я в пятницу должна выйти с обеда. Помимо этого, я имею право на дополнительный выходной день в месяц. Если перейти от шутливого к тому, что сейчас происходит, я не буду Екатерину пополнять, потому что действительно вносился иной смысл в этот закон. Закон правильный, поддержка правильная. И смысл вносился правильный. Но, к сожалению, так как сформулировано, мы, наверное, не совсем корректны. К чему это приводит? Помимо того, что невозможно инвесторам, а у нас 65 инвесторов, у нас сформировано 4,5 тысячи уже фактических рабочих мест, процентов 30-40, с которых тут женщина. Работодатель не может... Это производство, это технологичное производство. Это европейские производства. Работодатель не может спрогнозировать, в какой день ему отпустить эту сельскую женщину, которая неожиданно ему написала заявление в выходной день. Это раз. Второе. Доставка у многих работодателей происходит транспортом. Транспорт работодателя. Соответственно, ему нужно будет подстроиться под тот час, который выберет в себе женщина, на то, чтобы пораньше там уехать домой в этот день. Это все правильно, сказала Екатерина. Приводит к дополнительным издержкам, что естественно. И те преференции, которые дают особо экономические зоны, то и многие производства, они могут свестись на нет. Потому что вопрос производительности труда, и вопрос качественного персонала, он для инвесторов остров. И когда я еще сидела и думала, мы всегда говорим, привыкая инвесторы, говорим, что, уважаемый господин, особенно иностранные инвесторы, мы им говорим, вы защищены законом, защищены 116-м ПЗ, который гласит, что у нас территория благоприятного законодательного регулирования, и наше законодательство не будет меняться для особых экономических зон. А получается, что вот в этой части оно изменено, изменено, оно даже не изменено, а уточнено и не в лучшую для инвесторов сторону. Поэтому, как предложение, действительно ввести изменения в 563-м, но так как к нам, как к управляющей компании, уже поступило масса запросов от наших текущих инвесторов о том, что же все-таки делать, потому что грамотные люди у нас, и они начали уже обращаться к подобным заявлениям преподавателям. Мы ответом пока не можем дать никакой их устраивающей, пока взяли на паузу, может быть, пока больше изменения законодательства нам получат какие-то разъяснения. Понимаешь? Ну, прежде чем у нас сегодня присутствует, кстати, министерство труда, Леонид Николаевна, но я бы хотел еще раз перед этим сказать с наших комментариев министерства промышленности. Когда этот запрос на самом деле уже поступил к нам от Ходинграбинской ассоциации, точно не помню, но с этой же проблематикой. У нас департамент в основном состоит из мужчины, руководства всем мужчинам, мы сразу не писали, нет, 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 нет. Как-то зачем? Ну, хорошо опускали, остается у них это право, зачем этим решать. И, в принципе, я писали справедливо, никаких исключений из этого не делать. И, ну, и вторым аргументом было то, что, ну, пускай, капиталисты поделятся, уже есть захваты, потому что если мы слышим, что это не так, 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 но по-мужски считали, надо поступить и все-таки сходить с трудом. Но, может быть, я неправильно прокомментирую политику министерства труда, как профильного вируса на это все. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я хочу сказать, что причиной всему женщины, виной всему женщины, как правило, ищите женщину. Я хочу подтвердить о том, что вот это положение в части предоставления гарантий женщинам, работающим в сельской мере, в сельской местности, да, действует, действовало и действует на сегодняшний день, еще не отменено. Это постановление Перфорного совета РСФСР, но оно уже как бы в рамке регуляторной гильотины уже подлежит отмене, вот, об установлении ряда гарантий женщинам, работающим в сельской местности. То есть, как и в 90-е годы, было определено основным критерием сельская местность, где работает женщина, независимо от того, в какой организации, в каком учреждении, в какой отрасли, в какой области, и от места проживания, то есть работающим в сельской местности. В нашем министерстве занималось вопросом как бы вот инкорпорации этого постановления, либо отмены этого постановления на протяжении последних нескольких лет. Вот, и, но я хочу сказать, во-первых, что в свое время Конституционный суд признал Конституционным, это в свое время, это в 2010 году, было не так давно тоже, хотя уже 10 лет прошло. по обращению работодателя в Конституционный суд организации, он признал Конституционным это право устанавливать определенные гарантии, особенности труда для категории работников, которые в определенных условиях связаны с определенными какими-то особенностями труда, особенностями здоровья, условия труда, либо другими какими-то причинами. То есть это было установлено и принято, как бы, признано законным, непротиворечащим Конституции и законодательству уже новому Российской Федерации. Также Верховный суд в своем постановлении плену 2014 года, он также признал, что это постановление действует и применяется. Минтруд работал, как я уже сказала, над этим постановлением о возможностях как-то либо отменить, либо перенести в трудовой кодекс. Было много у нас совещаний с работодательными профсоюзами. Вы знаете, что все вопросы, которые связаны с изменением трудового законодательства в части социально-трудовых гарантий, отношений, они рассматриваются с участием сторон соцпартнерства, работодателей, профсоюзы и представителей правительства. Поэтому мы проводили совещания совместно и на площадках Рост Минтруда и в Российской Трехсторонней Комиссии. И, значит, так, я хочу сказать, в 2019 году с прессы пошла информация, что Минтруд хочет отменить гарантию женщин, работающих в сельской местности. На что было заявлено председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным о том, что это не будет сделано, то есть отменять гарантии никто не собирается и мы этого не допустим. И был внесен проект Федерального закон Володина, Масаева, Тарасенко и другими депутатами. Был внесен законопроект новой редакции статьи 262, трудового полуста. Он к нам также поступал в МИТРУ, был рассмотрен также Российской трехсторонней комиссией и поддержан. В связи с чем эта норма перенесена была в трудовой полуста. закон 12 ноября 2019 года 372 ФЗ принят в этой редакции. В этой связи остается что делать. Законы уже приняты, не обсуждаются, исполняются. В этой связи мы также считаем, что закон нужно исполнять, если женщина против. я не могу подтвердить искренне то, что женщина лично может отказаться по своему убеждению. Я понимаю, конечно, у нас проблема на рынке труда непростая, проблема сложная. Проблема у женщин, особенно имеющих детей, трудоустройство особенно сложная. конечно, каждому хочется сохранить свое рабочее место, но я хочу сказать, что в любом случае непредоставление указанной гарантии женщине это является нарушением трудового законодательства. Я хочу сказать, что еще отметить, что у нас в соответствии с федеральным законом 184 ФЗ об общих принципах организации законодательных исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации. Установление административно-территориального устройства субъекта и порядок его изменения относятся к компетенции субъекта Российской Федерации. Субъекты своими законами проводят установление границ, поселений сельских, населенных, городов, в общем, устанавливают принадлежность к сельской местности, к городу. Поэтому мы считаем, что если индустриальные парки законом субъекта будут отнесены к городу, в этом случае гарантии применяться не будут. Я правильно понимаю, что предание статуса территории сельской местности дает возглавитель еще ряд льгостов, которые может воспользоваться регионом. И поэтому регион правительство и сам выживает. Я понял, что не только поженщины. женщины. я думаю, что по тарифам сельская местность она имеет, ну, я не могу сейчас привести точно, но мы изучали тоже этот вопрос. к нам обращался с запросом еще до принятия этого закона аэропорт города Ростова. Они тоже находятся из города перенесли в сельскую местность. У них тоже возникает такая проблема. И мы отправляли именно по развитию запрос. Правда, нам, по-моему, не получили. Я могу ошибаться. О том, что какие все-таки эти тарифы по этим юридическим лицам имеются льготы по оплате тарифов в сельской местности. Возможно, за счет тарифов, за счет уменьшения оплат другие фонды или куда-то может быть сэкономлено для оплаты неполного рабочего времени женщины. Еще я хотела бы также рассказать о чем. Вы, наверное, тоже были участниками, но слышали обсуждения, читали, когда в июне месяце в рамках столетия международной организации труда нашим бывшим премьер-министром Медведевым было сказано о том, что не только у нас, что они во всем мире, наверное, идет такая тенденция к возможности сокращения продолжительности рабочего времени. Нам тоже, как бы мы эти вопросы тоже обсуждали и осматриваем. У нас еще и сегодняшнего дня есть поручение по сокращению рабочего времени. Не по сокращению, а по обсуждению гибких форм занятости на предприятиях, организациях, возможности расширения применения различных форм занятости, чтобы как-то гибко применять труд, в том числе и женщин. Но я хочу сказать, что индустриальные парки, они, наверное, впереди многих организаций, предприятий по своему, как вы говорили, что уже производились труда и по многим другим по современным методам труда. Поэтому, наверное, может быть индустриальные парки в том числе и станут первыми, в том числе по сокращению рабочего времени не только женщинам, но и всем работникам. Я еще напомню комментарии, коллеги, улечек, мы, как министерство промышленности, Безусман, стараемся помочь вам инициативу реализовать в принципе, в том числе мы оценим красные свои силы и насколько это целесообразно и возможно сделать. Вот эту тему пытался сделать и РЖД поменять, и Роскерд все поговорили позиция правительства Блажовская действительно есть и нужно исполнять. Хотели попадаться еще пообсудить это, давайте попробуем. Можно все-таки вопрос? Все-таки вот это за